Крестоносец Все это будет зависеть от результата голосования Какой из лагерей победит Собственно в такой я и вступлю Пока что побеждает старый лагерь Но это не удивительно, он самый популярный Я предполагал, что он будет выигрывать Но посмотрим, кто выиграет в итоге В одну серию вряд ли мы уложимся Чтобы полностью изучить лагерь новый Но серия через две Я думаю, что мы полностью его Смотрим И пообщаемся со всеми интересующими Нас людьми Ок, привет Пока меня не впутали Привет, я новенький Приятно видеть новые лица Ты должно быть уже очень давно здесь Ты чертовски прав, приятель Я был одним из первых Я думал, это выяснили еще очень давно Значит, ты должен знать все об этом месте Да как сказать Большую часть времени я провожу здесь Собирая рис Вот почему я протянул так долго Мы получаем рис и шнапс Немного, но вполне достаточно Почему ты здесь Налоги, парень Налоги В кошельке у меня было так же пусто, как и в желудке И я просто не смог заплатить В один прекрасный день пришли солдаты И притащили меня сюда Впрочем, здесь не хуже, чем на воле По крайней мере Я не протяну ноги с голода Я всегда вовремя платил налоги Всю свою жизнь Но этому коронованному сукину сыну Этого оказалось мало Лучше ни на что не натыкаться Все ясно Загремел сюда за неуплату налогов Заплати налоги и живи спокойно Даже в готике этот принцип действует На 100% Не такое уж серьезное, в принципе, преступление Чтобы попасть вот сюда вот на рудники И по сути стать крепостным крестьянином, рабом Что поделать Такова их судьба Похоже, назревает проблема Парень, давай поговорим, крестьянин Может быть Как дела? Полно работы Нужно много риса, чтобы прокормить всех этих людей Что мне стоит узнать об этом месте? Будь осторожен в лагере, парень Там полно головорезов, которые только и ждут Очередного новичка вроде тебя Кто у вас главный? Ты можешь считать главным нашего лорда Но большинство работает на него Только потому, что боится его головорезов Я здесь несколько лет И сыт по горло Проблемами с ворами в лагере Рисовые поля для меня в самый раз Ну вот видите, у него психология уже подневольного человека Он потерял желание бороться Ему проще жить вот так вот Подчиняясь чьей-то воле Спокойней При этом он боится связываться с лордом Хозяином этого места Этихарисовых полей И с его наемниками Которые здесь поддерживают Порядок А вот если бы они все объединились Все вот эти вот люди Они могли в принципе Их запросто отсюда и сбросить Но человеку нужен пастырь Человеку всегда нужен Руководитель Это было еще с древних времен Со времен вождей Когда они правили племенами Человек всегда доверяет Чаще всего по крайней мере Доверяет свою судьбу Более сильному Более умному Или даже Более хитрому Чем он Ему нужен всегда Образец Для подражания идолов Ну по крайней мере для большинства Из нас Здесь все крестьяне В принципе с ними говорить смысла нет Потому что они знают одну и ту же информацию Да они озвучены разными голосами Но по сути говорить они будут одно и то же С небольшими может быть нюансами Поэтому пойдем искать уникальных персонажей И с ними общаться Очень давно Ну кто такие ребята Крестьянин Может быть Какой же крестьянин Были времена когда все было совсем по-другому Вот если я не ошибаюсь Кстати стоит вот там вот лорд Хозяин этого места Но с ним поговорим чуть позже Руфус привет Привет я здесь новенький Просто хотелось узнать Что происходит вокруг Спроси кого нибудь еще а Я просто работаю в поле И ничего не знаю Эх парень Я бы с удовольствием Предложил нашему лорду Самому заниматься этой чертовой работой Если тебе не нравится эта работа Почему ты здесь Это случилось в первый же день После того как я попал сюда Левки Один из головорезов лорда Пришел ко мне И предложил поработать на полях Конечно Сказал я Я был новичком И хотел стать хоть в чем-то полезным На следующий день Когда я остановился немного передохнуть Этот тип появился снова Ты же не хочешь чтобы твои товарищи делали всю работу за тебя Так? Спросил он Я сказал ему что окончательно вымотался в первый же день Что мне нужен отдых и все такое Но он даже не слушал Просто ухватил меня за воротник И потащил обратно на поле С того случая он каждый день поджидал меня возле двери До тех пор пока я сам не стал ходить на работу Не хочу ссориться с этими типами Это настоящие головорезы И лучше держаться от них подальше Ну вот он дал слабину один раз И в принципе стал тоже крепостным по сути За кабаленом на котором ездят и выезжают как хотят А не соглашается значит тумаков Или вообще в ближайший пруд его вперед ногами Кто такой лорд? Он появился здесь одним из первых Помог основать лагерь и заложить рисовые поля Сейчас он просто сидит у себя в амбаре и почесывает живот Свинья жирная Может быть Окей спасибо Поговорим и с лордом придет время Интересно тут можно подняться Да Ээээээ... Что ты здесь делаешь? Ищешь неприятностей? А ты что, их раздаешь? Проблемы? С кем? С крестьянином? Ну нет, не будем давать с ним ссориться. Эй, расслабься, я новенький. Эй, расслабься, я новенький. А, тогда ладно. Трудно угадать заранее. Каждый день здесь проходит толпа народа, и каждый думает, что мир вращается именно вокруг него. Да, есть такая черта человеческого характера у некоторых людей, что они думают, что все им что-то должны. Что мир крутится только исключительно вокруг него. Хотя это далеко не так. Что ты вообще делаешь среди крестьян? Об этом меня попросил Ли. Я больше не дерусь. Разве только, чтобы защитить себя. Я убил одного парня, и это был уже перебор. В результате меня вышвырнули в богом проклятую колонию. Эх, справедливо, в общем. Как это случилось? Обычная кабацкая драка. Я не хотел его убивать. Наверное, просто ударил слишком сильно. Тогда я был кузнецом. Сам не знал своей силы. Пока меня не впутали. Просто дело в том, ребята, что чувство собственного достоинства у некоторых людей перерастает до чувства собственной значимости, каких-то до эпохальных, до эпических размеров. И человек, возгордившись, считает себя выше других. Это неприятно. С такими людьми неприятно общаться. Да и вообще не хочется иметь никаких дел. К сожалению, они есть, и их много. Я сам знаю лично очень многих людей. И чем больше, скажем так, власти, чем больше свободы им даешь, тем больше они наглеют. Почему ты присоединился к этому лагерю? Вот что я скажу тебе. У меня не было тогда другого выбора. Но я и не собираюсь позволять этим гуру промывать мне мозги. В старом лагере я немного не поладил со стражниками. Хотя и воры, и наемники проявляли уважение. Они боялись тебя? Может быть. Но в любом случае, теперь я здесь. И советую тебе попробовать то же самое. Страх и уважение, в принципе, две стороны одной медали. Тебя могут бояться, но при этом уважать. Страхом или из-за твоей силы. Как мне стать таким же сильным, как ты? Ты можешь научить меня? Даже если и могу. Ну, для чего тебе нужна сила? Интересный вопрос. Больше этого не случится. Для того, чтобы научить этих ублюдков хорошим манерам. Для того, чтобы защищать себя. Хороший вопрос. Я подумаю об этом. Ну, давайте попробуем. Для того, чтобы защищать себя. Для того, чтобы защищать себя. Для этого нужна не сила. Скорость. Неужели ты думаешь, что сворачивать челюсти лучше, чем жить в мире? Да я б не сказал. Если у тебя нет силы, скорость тебе не поможет. Для того, чтобы научить этих ублюдков хорошим манерам. Прежде чем это случится, ты станешь одним из этих ублюдков. Нет. Я не буду учить тебя ради этого. Я не буду учить тебя. Я не буду учить тебя. Понятно. То есть у нас даже нет ответа на вопрос, зачем нам нужна сила. Но он, в принципе, прав. Знаете, как в армии. Сначала бьют тебя, потом бьешь ты. А знаете, как дедовщина в армии объясняется чаще всего? То есть, меня били, а что, я хуже, что ли? И я буду бить. Она тянется уже столетиями. То есть, это опять же в человеческой природе заложено. Если бы хотя бы одно поколение остановилось, и сказал бы, вот нас били, и я не хочу быть таким же ублюдком, как и они. Тогда бы все это закончилось. И следующие бы, возможно, уже не стали бы это делать. А у нас это тянется, тянется и тянется. Не только в России, во многих странах мира. Дедовщина есть под разными названиями. Я думал об этом. И что же? Придумал что-нибудь получше? Пока нет. Нет. Я так и знал. Ну что, мы, значит, к нему еще вернемся. То есть, нам необходимо придумать оправдание, зачем нам нужна сила. Крестьянин Горацио. Горацио, фермер на рисовых полях нового лагеря, может научить меня, как наносить более сильные удары. Но пока мне не удается ответить на его вопрос, зачем. Ладно, пока оставим этот квест. Возможно, потом все это дело разрешится. Я больше не слышу. Головорез. Слепотню. Привет. Чем ты занимаешься? Я работаю на лорда. Если тебе что-нибудь нужно, спроси Левти. Отлично. Отрапортовал. Спасибо, неразговорчивый парень. А вот и лорд. Тут один из крестьян, по-моему, Руфу сказал, что это какой-то толстый и жирный мужик, который сидит в амбаре и чешет все пузы. Я бы сказал, что он жирный и толстый. Людям не обязательно знать об этом. Здоровяк. Объем бицепса, наверное, сантиметров под 50. Больше этого не случилось. Можем меня не впутали. Ты занимаешься рисовыми полями, так? Ну и что? Ищешь работу? Я думал, это вы видели еще очень давно. А для меня не найдется работы. Пойди поговори с Левти. Скорее всего, ты найдешь его справа от сарая. Окей. Кстати, Руфс предупреждал нас носить на Левти. Сказал, что этот парень кабалит людей. То есть он сначала предлагает работу, а потом садится вам на шею. С ним нужно очень аккуратно поговорить. Эй! Новенький! Мы ищем человека, чтобы отнес воду крестьянам на рисовые поля. Тебе сейчас нужно обзаводиться новыми друзьями. Что скажешь? Так, буду рад помочь. Сам тащи воду своим крестьянам. Но если я так ему отвечу, он нас, скорее всего, прибьет, отберет нашу руду. Ну, часть руды, часть он нам оставит, часть заберет. Нам это, ребята, не нужно. Если мы будем эту воду разносить, потом, возможно, он сядет нам на шею. Поэтому давайте-ка ответим в другой раз. Может быть позже. Позже будет уже поздно. Твоя помощь мне нужна сейчас. Ты хочешь мне помочь или нет? Эээээ... Блин. Если откажусь, он нас прибьет. Это практически гарантированно. Мы с ним не справимся. То есть этот парень уже в броне и более опытный. Придется стаскать воду, как шестерку у него. Выбор другого нет. Буду рад помочь Отлично Отправляйся к лорду Он даст тебе воду И расскажет все что нужно Разберемся с ним в следующий раз Как только будем более прокачанной И более скилловой Возможно присоединимся к одному из лагерей Честно говоря у него тоже такие товарищи Отбивают желание сюда вступать Я думаю что у многих тоже Мы еще вернемся более скилловым И наваляем но не сейчас Сейчас он просто отберет нашу руду И просто нас прибьет Вот по моим ощущениям И по опыту могу это сказать Меня послал Левти Да и что он сказал Я должен отнести крестьянам воду Хорошо Вот тебе дюжина бутылок Крестьян там почти вдвое больше Так что проследи чтобы всем досталось поровну Замечательно Замечательно Он дал нам 12 бутылок Дюжину Дюжину бутылок мы должны раздать Каждому из крестьян Это будет надолго Ну пойдемте Начнем по порядку Привет Меня прислал Левти Я принес тебе воды Спасибо приятель Еще немного И я начал бы пить из лужи Первая бутылка есть Но нам нужно раздать 12 Меня послал Левти Я принес тебе воды Спасибо парень Еще немного И я бы начал пить из лужи Вот так мы и будем шестерить На протяжении минут 5-7 Я думаю будем разносить эту воду Что поделать Иначе останемся без руды Или без головы В новом лагере вот так Все происходит Или ты шестеришь вначале Или из тебя делают котлету Левти послал меня Я принес тебе воды Спасибо парень В моей глотке сейчас сухо Как в пустыне С другой стороны мы делаем доброе дело Если смотреть именно с этого ракурса То наоборот Мы благородные водоносы Это была третья бутылка Четвертая Меня прислал Левти Я принес тебе воды Спасибо парень Это как раз то что нужно Да нету что Спускаемся ниже По моему крестьян да Больше действительно чем воды Кому то не достанется Но мы делаем это Не выборочно Раздаем всем подряд Меня прислал Левти Я принес тебе воды Спасибо парень Это как раз то что нужно Это была пятая бутылка Продолжаем Руфус Теперь я такая же шестерка Как и вы В этом лагере Я могу еще отсюда в принципе уйти Выше я не могу пройти Он меня просто преграждает там дорогу Пока эту воду гребаную не разнесу Меня послал Левти Я принес тебе воды Спасибо приятель В глотке у меня сухо Как в пустыне Теперь еще отсюда придется добираться До старого лагеря Надеюсь что всю животину Которую Расчистил Мордорок Мы больше не встретим Половину разнесли Продолжаем Очень увлекательный процесс Разноса Воды Меня прислал Левти Я принес тебе воды Спасибо парень Это как раз то что нужно Сам рассказывал про свободы Сам же разношу воду Меня прислал Левти Я принес тебе воды Спасибо приятель Еще немного И я начал бы пить из лужи Левти послал меня Я принес тебе воды Спасибо парень В моей глотке сейчас сухо Как в пустыне Миссия действительно очень хардкорная Для людей С крепкими нервами Чтобы Не сорваться Пока эту воду вы разносите Да пошли вы все нахрен Я ухожу из этого лагеря И больше ничего разносить не собираюсь Меня прислал Левти Я принес тебе воды Спасибо парень Это как раз то что нужно Я вот тут потерял Счет бутылок По-моему это была десятая Осталось две Не ошибаюсь Меня прислал Левти Я принес тебе воды Спасибо приятель Еще немного И я начал бы пить из лужи Да я тут луж то не вижу В принципе вот у вас здесь пруд Буквально в каких то Не знаю Двадцати метрах Меня прислал Левти Я принес тебе воды Спасибо приятель Еще немного И я начал бы пить из лужи Вроде бы все Давайте с одним поговорим На всякий случай Да Все бутылки разнесены Пойдемте поговорим с Левти Эй ты Хорошо Кое для чего ты все таки годишься Думаю это дело как раз для тебя Теперь ты будешь разносить воду каждый день И хватит отдыхать Иди займись делом Замечательно Ну вот он и нас закабалил Теперь мы стали шестерками Левти Нет пока я не могу с ним Вот так вот грубо обойтись Он нам оторвет голову А так Водонос для Левти Левти Ушам своим не верю Я доставил воду всем нуждающимся Но теперь Левти хочет Чтобы я этим каждый день занимался Думаю этому тупице надо объяснить Пару вещей подоступнее Это мы сделаем но позже Пока придется подчиниться более сильному К сожалению Лорд с тобой еще можно поговорить Или ты все уже А понятно То есть теперь он нам будет просто раздавать воду И мы ее обязаны будем каждый день носить А если мы на следующий день Интересно ее не разнесем Что будет Он на нас нападет что ли И поколосит И заберет руду Я честно говоря даже не знаю Но до следующего дня Я надеюсь этого лагеря уже свалить И как бы Не возвращаться сюда до того Момента пока мы не разживем С нормальной броней Или более высоким скиллом Чтобы его убить Ну или побить хотя бы По крайней мере Потому что если мы его убьем Тут на нас весь лагерь набросится Из наемников Так что такие дела ребята Кто тут агитировал за новый лагерь Вот такие здесь порядки Мы уже закабаленные Не успели попасть Уже под каблуком Левти Вот наемники Вот вход в основной Новый лагерь Ты собираешься пройти через эти ворота? А ты собираешься остановить меня? Нет Но ты должен знать Что тебя там ожидает Это тебе не старый лагерь Да и сектный болотных придурков У нас мало общего Так что же меня там ожидает? Здесь нет ни охранников Ни стражей Чтобы присматривать за порядком Здесь каждый сам за себя Вместе держимся только мы Наемники Чем занимаются наемники? Мы наемники На службе у магов воды Наша главная цель Вырваться отсюда Мы много работаем И не собираемся расслабляться Как те типы из старого лагеря Что живут за счет рудокопов Мы все подчиняемся Ли Он великий человек Он один из тех Кто поддерживает порядок В этом чертовом лагере Чем занимаются маги? Они изучают магические свойства руды Которую скребки добывают в шахте Насколько мне известно Они собираются взорвать Всю чертову гору руды Чтобы уничтожить барьер И выбраться отсюда Это должно быть опасно Они говорят, что мы не должны волноваться У вас большие запасы руды Можно сказать и так Мы называем их Железной Горой На нее можно купить даже жену короля Но мы не собираемся отдавать свою руду Этому старому пердуну Мы хотим выбраться отсюда Где находится эта Железная Гора? Никогда не видел целую гору руды, а? В центре пещеры есть большая дыра Руду сбрасывают туда Но близко к ней тебе все равно не подобраться И маги, и наши люди Все охраняют руду И днем, и ночью Да я просто спросил Что насчет остальных людей? Одно жулье Все, без исключения На лагерем наплевать С высокого холма Я бы скорее поручил Какому-нибудь крестьянину Охранять эти ворота Чем кому-нибудь из них Как идут дела? Скрипки по-прежнему добывают руду Когда они наберут достаточно Мы взорвем всю Железную Гору Эй, сзади! Типа пошутил Ну вот такой вот он новый лагерь, ребята Не знаю, меняется ли у вас представление о нем В лучшую или в худшую сторону У меня пока что только в худшую Одни какие-то отморозки, наемники Свободные, можно сказать Люди до той поры пока не вяжутся в драку Здесь побеждает сильнейший То есть здесь действует закон природы По сути дела Никаких юридических норм и правил Каждый сам за себя Кто сильнее, тот и прав По-моему мне Влад предлагал сюда вступить Говорит, это самый сбалансированный вариант Что-то я не вижу здесь, самый сбалансированный вариант Так как по мне самый сбалансированный Это старый лагерь Ну, болотный вот такой, скажем Интересный, колоритный, необычный Но новый лагерь это вообще Сборище всех Всего отрепи, которые есть Вот здесь вот в колонии Ну посмотрим, возможно Новый лагерь приглянется большему числу людей Тогда я вступлю сюда Узнаем после результатов голосования Гумер, привет Гумер Парень Что-нибудь ищешь? Я ищу течь в плотине Похоже, над основанием поработал шнык Эта тварь своими зубами и когтями Подтачивает камни и деревянные балки под водой Если так будет продолжаться Плотина вскоре разрушится Это ты построил плотину? Да Я построил эту плотину, когда мы основали новый лагерь Конечно, все помогали Но я был главным строителем Могу ли я чем-то помочь? Конечно Просто убеди эту тварь не подтачивать мою плотину Где я могу найти этого шныга? Я бы поискал на другой стороне озера Туда никто не ходит Скорее всего, именно там находится логово шныга Не помню, кто такой шныг И, судя по названию, вряд ли мы с ним справимся В том состоянии, в каком мы сейчас есть Вообще, с какими-то крупными тварями лучше сейчас не сталкиваться Убивают нас с нескольких буквально ударов, укусов А вот нам нужно по ним долбить, долбить и еще раз долбить Нужно качаться, прежде чем мы сможем себя чувствовать в этой колонии более или менее комфортно Время 17.24 скоро уже будет темнеть Но квест мы запомним Чуть позже сходим Возможно, после исследования всего нового лагеря Я туда и схожу, на другую сторону озера И попытаюсь уладить вопрос этим шныгом Ты не должен верить всему А куда это ты собрался? Ну, туда Забудь об этом В бар Силоса пропускают только рудокопов и воров Я рудокоп, и я хочу пить Ты не похож на этих скрипков Так ты сюда не пройдешь, приятель Чему это я не похож? На мне штаны рудокопа надежда Каждый раз, одна и даже история А что ты скажешь по поводу небольшой платы за вход? Это зависит от того, что ты понимаешь под небольшой платой Я сомневаюсь, что она когда-нибудь измерится У меня есть 10 кусков руды Вот Может быть 10 кусков, а? За это я позволю тебе попробовать еще раз Нет уж, спасибо Больше я тебе давать не буду Возможно, потом мы заглянем Тратить руду на вас еще нафиг надо Сколько у нас руды, кстати, всего? Каждый раз одна и та же история Скорее всего, ты прав Так Я думал, это выяснили еще очень давно Кольцо Мордрога Естественно, мы его продавать не будем Руды 223 Ну, в принципе, много Плюс у нас еще есть сталь, которую Мы можем превратить в клинки Кольких кусков стали осталось 9 Ну, хорошо Как минимум 500 кусков руды мы еще можем получить После продажи этих клинков Ну и вот, собственно Новый лагерь Прямо находится в основании горы Выдолбили его здесь Очень тоже необычно интересное место Люди всегда болтают Ты из лагеря сектантов, верно? Мы называем его братством Я идол Каган Да пребудет с тобой спящий Что ты здесь делаешь? Изначально меня послали сюда Убеждать людей Присоединиться к нашему братству Но варваров не интересует Духовное просвещение В итоге я просто продаю болотник И он пользуется здесь Большим спросом Слишком большим Мне с трудом удается Обеспечивать их потребности Почему они не пошлют сюда еще одного человека? Идол Исидра должен помогать мне Но он проводит все дни в баре на озере Где выменивает болотник на рисовый шнапс Он слишком подвержен пьянству И боюсь, что помощи от него ждать не стоит Я могу помочь тебе продавать болотник Столь большой груз этой травы Я могу доверить лишь члену братства Но ты можешь помочь мне с дарами Не все еще знают об этой траве Попробовав ее раз Они хотят все больше и больше А значит у меня хорошо идет торговля Пожалуй, теперь тебе не справиться с этой задачей Об Идоле Исидра вскоре позаботятся наши братья Я уже отправил письмо Коргалому Скажи, что я получу, если помогу тебе с болотником Я щедро награжу тебя, как ты сам того пожелаешь У меня есть свитки, в которых заключена могущественная магия спящего Или, если захочешь, я могу помочь тебе стать одним из членов нашего братства У меня хорошие связи с Коргаломом и Идолом Теоном Оба они приближенные нашего наставника Юбериона Если ты предпочитаешь деньги, я могу заплатить тебе рудой Сто самородков, хорошая плата за твою работу Я же говорю, что болотник это наркотик, который вызывает привыкание Раз попробует, потом не могут уже оторваться Ладно, давай мне болотник Кому я должен его раздавать? Уверен, ты без труда найдешь желающих Просто говори с людьми Но помни, по одному стеблю каждому, не больше И вот еще что Если кто-нибудь отберет у тебя болотник Или ты выкуришь его сам Наша сделка не состоится Разумеется Так, нам нужно раздать 10 болотника Но это уже будем мы делать в следующей, я так полагаю, серии Покажи мне, что у тебя есть Как пожелаешь У него есть болотник Разный Чем, по-моему, он мощнее, тем стоит дороже Зов сна самый сильный Следующей серии мы будем раздавать Все это добро Поговорим еще с парочкой интересующих нас лиц И в принципе Будем закругляться Вор, привет Что здесь происходит? Ты здесь давно не был, да? Долгие годы маги готовились взорвать гору руды Они говорят, что ждать осталось уже недолго Похоже на правду, если судить по размерам кучи Которую рудокопы уже успели собрать Расскажи мне об этом лагере Это такое общество ради общества Если ты понимаешь, о чем я говорю Мы все здесь сами по себе Но нас так много, что Гамезу нелегко от нас избавиться Правда, только об этом она мечтает Чем вы так досадили Гамезу? Мы воруем у него Ясно Я говорю, вуры, убийцы, наемники Всякий сброд здесь собран Кто у вас главный? Глава шайки Ларс Большинству из наших он по душе Но он никогда не указывает нам, что делать Что я должен сделать, чтобы присоединиться к лагерю? Ты можешь присоединиться к нашей шайке Но прежде мы должны убедиться, что ты против Гамеза Что я должен сделать? Если бы я был на твоем месте Я бы стащил что-нибудь важное из старого лагеря Или из старой шахты И принес Ларсу Окей, с Ларсом еще поговорим Хочешь болотника? Я дам тебе 10 кусков руды Вот, держи Заходи, если появится еще лишняя горстка Да ты сам придешь к этому идолу И будешь валяться в ногах Чтобы он дал тебе еще дозу Гребаные нарики Кстати, архитектура очень напоминает восточные Вот этих вот всех маленьких домишек Именно на востоке так строят дома Подобным умом Шшш, эй, ты! Кто? Я? Ты, ты! Иди сюда! Я сюда, я сказал Что такое? Эээ, ветош Что тебе нужно? Ты новенький, да? Это сразу заметно Тебе предстоит многому научиться Если хочешь, я могу кое о чем рассказать И всегда смотри, с кем ты разговариваешь К примеру, Буч Вон тот тип у костра Держись от него подальше А что такого с этим Бучем? У него есть дурная привычка бить всех новичков Так что тебе не стоит попадаться ему на глаза Местный пахан, что ли? Чему ты можешь меня научить? Ну, а что ты хочешь узнать? Так, вскрывание замков Уровень один Есть очков Бучи, нет, нам не нужно Кража тоже пока что не нужна Поэтому обойдемся У меня есть немного болотника Хочешь? Конечно Вот здесь 10 кусков руды Возвращайся, когда раздобудешь еще, ладно? Хорошо Кстати, вот идет один из магов воды Приветствую тебя, маг Да пребудет с тобой благословение Аданоса Я могу увеличить силу твоей магии Или дать тебе нечто полезное Что я могу для тебя сделать? Что я могу для тебя сделать? У меня письмо к верховному магу Круга Огня Все мы здесь Маги Круга Воды Маги Круга Огня Живут в старом лагере Но я не могу попасть в замок Ты можешь помочь мне? Ну, время от времени Мы посылаем гонцов К нашим братьям в старом лагере Но свои послания Мы доверяем только людям Ларса Вот уже много лет Он следит за тем, чтобы наши гонцы добирались до пункта назначения Вы хотите уничтожить барьер Но как именно вы собираетесь это сделать? Нам потребуются большие запасы магической руды Освободив ее силу Во время особой церемонии Мы уничтожим барьер Конечно, запасы руды Привлекают множество воров и мошенников Именно поэтому Нам нужны люди Готовые защищать наш план Сомневаюсь, что получится у вас взорвать Барьер, сами себя подорвете Этими магическими кусками руды Так Я хочу присоединиться к вам Если ты хочешь стать одним из нас Ты должен поговорить с Ли или с Ларсом Я хочу стать магом Мы не можем распространять наши знания Среди своих врагов О твоем обучении Не может быть и речи до тех пор Пока ты не докажешь нам свою преданность Я хочу увеличить силу своей магии Я могу помочь тебе увеличить силу Используй ее с умом Мана плюс один, мана плюс пять Но пока что магии я обучаться не собираюсь Все-таки я владею лучше холодным оружием, чем магией во всех РПГшках Но посмотрим В дальнейшем, возможно, я обучусь Я хочу овладеть магическими письменами Так Интересно Могущество Бонус к силе плюс пять Бонус к жизни Интересные у него есть штучки Но пока Покупать резона нет Денег у нас Руды не очень много в свободном количестве Она нам пригодится еще для других целей И наш клад скоро тоже иссякнет В виде необработанной стали Придется добывать руду уже квестами Либо продавая части тел животных Окей, поговорили мы с этим магом Вот, кстати Смотрите, здесь находится Руда Прямо под нами Та огромная куча, с помощью которой они собираются взорвать барьер, когда ее накопится достаточное количество Ну что ж, на этом я предлагаю Закончить данную Закончить данную Миссию Данное видео Миссия выполнена Мы пообщались с вами с ключевыми персонажами Пообщались с крестьянами Выяснили Какие же здесь царят порядки в новом лагере Меня они, честно говоря, не очень устраивают Когда здесь каждый сам за себя, по сути Но при этом есть еще и Местные заправилы, которые управляют Всем лагерем Нас уже успели закабалить Мы стали, можно сказать, крепостным Одного из Наемников Лорда Теперь мы должны разносить воду каждый день Или он нам оторвет голову Со временем оторвем голову уже не ему мы Но пока что ввязываться в эти разборки я не собираюсь Надеюсь, что серия вам понравилась Если да, не забывайте ставить лайк Подписывайтесь на канал Если еще не подписаны Оставляйте под видео свои конструктивные комментарии На этом все Продолжим изучать новый лагерь В следующих эпизодах, в следующих сериях Еще далеко не со всеми людьми, которые нам интересно Мы здесь поговорили Не все изучили Как только все мы это дело закончим Пойдем в болотный лагерь выполнять там квесты Ну и сходим, конечно же, в старом лагере в шахту Выполним основной квест от Диего Думайте, ребята, куда же мне вступать Пишите под видео ваши комментарии Потом я суммарно их посчитаю под всеми видео За какой же лагерь вы голосуете Но голосовать можно только один раз Я запомню ваши ники Так что, если вы будете под каждым видео Агитировать за какой-то конкретный лагерь Ваш голос будет суммироваться как один Такие дела На этом все С вами был Крестоносец Всем удачи До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok